Разнообразие и насыщенность ярмарки таковы, что посетителям приходилось быстро определяться с актуальностью событий. И тема здоровья, конечно же, ныне в приоритете. Особенно если тут на презентации есть шанс познакомиться с лучшими врачами России. Свою книгу «Диагноз от Краснопольской. Беседа о главном со звездами медицины» представила легенда отечественной журналистики Ирина Григорьевна Краснопольская. Обозреватель российской газеты почти 30 лет ведет репортаж с переднего края отечественной медицинской науки. Неслучайно выдающиеся врачи называют Краснопольскую своим голосом. Сегодня лучший медицинский журналист страны с улыбкой вспоминает, как непросто было входить в профессию. Я по профессии не врач и не журналист. После школы, ну это было очень сложное время, у меня даже документы не взяли на факультет журналистики. И я с горя, а так как, значит, мама была врач, и вообще врачей было много, я решила, что я пойду во врачей. Я быстро удрала из мединститута, и у меня диплом, я преподаватель русского языка и литературы Горьковского педагогического института. Сама Ирина Григорьевна уникальна. Представляете, человек 90 лет, в такой блестящей форме, человек для книги рекордов Гиннесса, у нас в редакции шутят. Если статью, написанную Краснопольской, приложить к больному месту, то человек немедленно выздоравливает. Ирина Григорьевна – это совесть и нашего профессионального цеха, это совесть и для врачей России. Белорусским россиянином называют одного из героев книги главврача Московской больницы Валерия Вечерка. Родом он из Брестской области, а государственной премией награждён уже здесь, в России. Ведь его больница стала одной из первых, принявших на себя ковидный удар. Борьба за здоровье людей продолжается, но не только в красной зоне нужны теперь силы. Идут они и на убеждения антипрививочников. Надо слушать просто врачей, надо практикующих врачей, я не знаю, генетиков надо слушать, микробиологов надо слушать. Те люди, по сути, кто работает в этой профессии, вот с ними надо и вообще советоваться, и дискутировать, но никак не вот с теми людьми, которые, честно говоря, не осведомлены.